Приветствую вас. Вновь нет ответов на ваш вопрос. Вновь на момент записи этого ответа у вас не было ни одного ответа. Я не очень понимаю, почему другие эксперты игнорируют ваш вопрос. Он очень важный, он очень глубокий, животрепещущий. И мне кажется, что я мог бы вам помочь. Ну, во-первых, мне хочется вам сразу сказать так, что вы написали много, достаточно много, и из-за того, что вы написали, в принципе, вы повторяете там многие вещи, ну, говорить одно и то же просто разными словами. Мне хочется выделить у вас три момента. Первый момент – это то, чтобы вы потеряли отца в раннем возрасте, в раннем детстве. И очень бы хотелось, чтобы вы как-то выразили свое отношение к этому. То есть, являлось ли это для вас очень чем-то ярко выражено негативным? Имелось ли травма от потери отца? Имелись ли какие-то негативные эмоции? Осталось ли как-то это с вами? Вспомните ли вы своего отца? Это первый момент. Второй момент – то, что вы боитесь потерять дорогих вам людей. А в принципе, в принципе, ну, бояться потерять людей – это, с одной стороны, нормально. То есть, нормально уловаться за близких, нормально беспокоиться за них, нормально переживать. Но, с другой стороны, с другой стороны, ведь вы боитесь потерять их для себя, потому что они вам что-то перестанут давать тогда. Получается, что вы зависимый человек от них, от своих родных. Потому что любовь, она предполагает независимость. Любовь предполагает, да, переживания, да, забота, но для человека. Для другого человека. Вы боитесь потерять своих близких, и поэтому от них зависит. И, собственно, как мне видится, страх потерять близких вытекает из потери отца, как психотравмы, как невыраженном переживании. А из одного, что вы боитесь потерять близких людей, вы стараетесь быть хорошим. То есть, для вас стремление быть хорошим является единственным верным источником, точнее, даже не источником. Для вас стремление быть хорошим является единственным средством для того, чтобы удержать людей. других людей рядом с собой. И вы стараетесь сделать для них все, что в ваших силах жертвуете собой, там, ну, как я понял, помогаете им иногда в ущерб себе, для того, чтобы они были с вами. И когда кто-то из них, из этих людей, от вас отдаляется, у вас возникает агрессия. Потому что вы-то для человека старались что-то делать, а он, этот человек, он от вас отдалился. И вы на него агрессируете. Потому что вам обидно, больно, что он от вас уже, вы боитесь его потерять. На самом деле, проблема не в людях. Общий посыл в вашей мысли, вы спрашиваете, какой же я хороший, если я говорю плохие слова. Понимаете, плохие слова показывают дефицит чего-либо. Плохие слова не делают вас плохим. Люди действительно правы, когда говорят, что вы хороший человек. Если все, что вы написали о себе, правда, я верю вам, но человек не может объективно себя оценивать. Поэтому допускаю, что где-то вы можете быть не объективным. Так вот, если все, что вы сказали, написали о себе, по большому счету, правда, то тогда вы действительно хороший человек. Но вы не можете все время жить для других людей. Свои личные потребности, они тоже о себе дают знать. И поскольку вы их игнорируете ради других людей, принижаете их ради других людей, они дают о себе знать в виде агрессии. То есть они копятся, копятся. Копятся вас, и потом выплескиваются в виде взрыва, эмоционального взрыва. Что в этой ситуации нужно сказать? Ну, во-первых, вот если добавлять к тому, что я уже сказал, здесь нужно в первую очередь понять, на чему вам нужны люди, что они вам дают. Вам нужно в большей степени работать на самодостаточность. в большей степени не бояться быть одному, не бояться однихущества, не бояться остаться в нем, в одиночестве. Вам нужно быть наедине с собой, перестать бояться поддержать людей именно в личном контексте. Для этого нужно стремиться к уединению, быть наедине с собой, чтобы прислушиваться к себе, чтобы понимать, кем вы хотите быть. Не через других людей реализовываться, а именно, кем вы хотите быть. Это очень важно в этот момент. Потому что от того, кем вы хотите быть, зависит ваша дальнейшая жизнь. Так получается, что люди определяют то, кем вы являетесь, куда вы скрыть, стремитесь, ну и так далее. Притом, что у вас есть достаточно изрядная доля самоуверенности, изрядная доля самодостаточности, как мне показалось из вашего письма. И, по моему мнению, у вас только неправильный ориентир на социальных взаимодействиях. То есть, социальному взаимодействию вы отдаете больше предпочтений, чем, скажем, гораздо более важному это личностному росту и личностному развитию. Тем самым, вы через помощь другим людям помогаете людям для себя. Именно поэтому вас называют эгоистом, что вы инфинективно ждете человека, которому вы помогаете, наверное, еще вот выходить, чтобы он был с вами, ходить, чтобы он общался с вами и так далее. Поэтому вас называют эгоистом. Вы пишите о том, что вы в душе альтруист и пусть так, может быть, так и есть, но понимаете, кто такой альтруист? Альтруист это человек, который готов что-то делать для других людей, готов им помогать. Помогать вы можете лишь тогда, когда у вас чего-то есть достатки, а вы испытываете дефицит. Вот это ваше огрествие, плохие слова, это все проявление дефицита. При дефиците, при наличии дефицита, нельзя помогать другим людям, потому что это будет жертва. Когда человек жертвует, он должен понимать, ради чего он жертвует. Вы понимаете, что вы жертвуете, например, ради удовольствия люди были с вами, но тогда жертвуя этим, ради того, чтобы люди были с вами, вы, получается, предследуете свои цели. Предследуя свою цель, вы для себя, сами для себя сужаете уровень и сужаете варианты возможного поведения других людей. То есть, сказал, что у него человек отдаляется, и что? Это его право, это его выбор, но вы этот выбор не принимаете, вам что вы считаете, что вы делаете что-то для этого человека, и он должен быть с вами. Еще раз повторю, простите, если я неправильно вас понял, но именно так мне показалось из вашего сообщения. и вы хотите исправиться, признаете свою вину для того, чтобы человек вернулся. Да, вот вы понимаете, что вы еще больше отталкиваете его от себя таким образом. Но на самом деле нужно посмотреть, а чем вызваны вот эти вот плохие слова? Вот вы пишите, он отдаляется, мне хочется помочь ему, но нет, и я могу сказать такие моменты плохие слова. Чем вызваны эти плохие слова? обиды, фрустрации, за возможность получить то, что вы хотите. А чего вы хотите? Чего вы пытаетесь достичь через других людей? Что они вам дают? Вот это нужно получать самостоятельно, без людей, чтобы не быть зависимым от них. Пока вы зависимы, и пока вы зависимы, то я думаю, что у вас будут такие проблемы и дальше. И добродушая, добродушая открытость это в вашем контексте именно для себя получается. То есть вы зависимы, вы пытаетесь к людям привязаться, пытаетесь привязать людей к себе и значит, собственно говоря, от этого и вас называют иногда эгоистом. Следующий момент. Следующий момент, вы пишете значит, что демон внутри вас показывает нос, как мне его доказать, чтобы больше его не видеть. Ну, вы понимаете, так, понимаете ли, дело в том, что вот этот демон, которого вы называете вообще, у меня появилось такое очень двоякое ощущение, ощущение, что вы ну, если не очень, то, по крайней мере, верующий человек в некотором роде, обучится вот этот все ваш демон, хороший, плохой, все это немножечко отдает теологию. если это так, то возможно вам имеет смысл обратиться к священнику, он вам помог бы решить ваши проблемы. Но пока вот из того, что я вижу, я могу сказать так, что этот демон, которого вы называете, это индикатор, это символ ваших потребностей. И он будет появляться до тех пор, пока вы эти свои потребности не будете удовлетворять. И чтобы удовлетворить свои потребности, нужно осознать свое желание. Пока у вас есть только влечение. И влечение они не делают вас сколько-либо счастливым, на самом деле. Лев. А влечение они не осознаваем. И вот в тот момент, когда у вас просыпается демон, вы не осознаете этот сук самых своих влечений. Но вы осознаете, что вы осознаете? Вы осознаете какие-то свои потребности. И вот эти самые потребности, они никуда не денутся на самом деле. Они никуда не денутся, если вы не будете их удовлетворять. Потому что, ну, в противном случае, если вы будете свои желания подавлять, то из этого вообще ничего хорошего не получится. Подавление своих желаний ведет к проявлениям этих самых желаний уже в других моментах и тем самым ухудшение вашего изначального состояния, изначального повышения, если угодно. То есть момент заключается именно в этом. Я надеюсь, я вам смог более или менее понятно донести свою мысль касающуюся именно вот этих аспектов. Идем дальше. Вы пишете значит «Как мне быть хорошим?» «Какой же я хороший?» Вот это вот ваше тоже стремление к тому, чтобы быть хорошим, оно тоже как бы намекает на некий такой идеализм во взглядах, который мне бы ну природа которого мне не совсем ясна. Понимаете, Лев, нету жизни хороших и плохих. Нету жизни добра и зла. Бывает то, что нравится или не нравится. И здесь получается так, что вы хотите удовлетворить вообще всех людей. То есть вы хотите для всех людей быть хорошим. Ну понимаете, Лев, это в принципе невозможно. быть для людей хорошим. Вот вы знаете, вот казалось бы, да, вот казалось бы, люди приходят ко мне за помощью. Ну или не обязательно ко мне вообще приходят за помощью люди, да, и казалось бы, стараюсь я им помочь. Ну я, мои коллеги, все мы стараемся людям помочь. И даже в таких отношениях бывает так, что людям не нравится то, как мы это делаем. Тогда люди ставят нам минусы, негативные оценки и так далее. Понимаете? И если бы мы, допустим, мы сделали бы так, вот как вы, например, говорите, да, что извиняться, да, там как-то признавать свою вину и так далее, ну мы бы, наверное, просто-напросто тогда бы растворились в чужих предпочтениях, потому что очень много людей и очень много взглядов на то, как мы должны работать. Знаете, вам нужно понять простую вещь, что нельзя удовлетворить всех людей. Это вот в принципе невозможно. вам нужно прислушаться к себе, выявить, выделить свои интересы, которые у вас есть и как бы ориентируясь на эти интересы, на ваши, скажем, предпочтения, да, на ваши ценности, на ваши взгляды, смотреть на других людей, которые эти взгляды разделят. И по этому принципу, по этому принципу быть теми людьми, которые вот собственно отвечают вашим ценностям. если угодно. И вот собственно говоря, только так вы можете какому-то количеству человек отвечать. то есть вы ориентируетесь на себя и под себя, под свои интересы подбираете других людей. А не наоборот. Не ориентируйтесь на других людей для того, чтобы подстраиваться под их желания. И еще раз повторю, нет плохого и хорошего. Есть то, что нравится или не нравится. И именно вот этими предпочтениями определяется вообще все. То есть вам нужно отойти от этого поляризации с грамм. Вы нехороший и вы неплохой. Вы нравитесь людям, вы нравитесь всеми большинству людей. Но это хорошо. Вопрос в том, какую цену и для чего. Вот и все. И пожалуй последнее, о чем мне хочется сказать, это то, что вот вы пишите, что робость у вас возникает тогда, когда вы идете на более близкий контакт с человеком. Обычно не знают, что спросить, но иногда бывает так, что вы говорите, говорите, говорите. И для начала все, когда они начинают получше, у меня получается проникать в душу человека. То есть это у нас тогда своего рода эмпатия. Эмпатия получается. А вот почему робость возникает когда надо идти на более близкий контакт. Знаете, эмп, давайте вот тут мы с вами немножечко тоже остановимся. Это последний момент, который мне хотел просмотреть. Значит, эмп, чем более важно для человека эмп, какой-то, ну, какой-то предмет, какая-то вещь, эмп, какой-то элемент отношений, тем сложнее для него этого достичь. Важность определяет эмоциональную заинтересованность, а эмоциональная заинтересованность определяет нестандартный творческий подход к какой-то проблеме. Я вам объясню на примере. Нестандартный творческий подход проявляется к проблеме, которую надо решать, вообще-то говоря, стандартным типовым поведением. Но за счет того, что вы лично заинтересованы очень сильно в том, чтобы этого достичь, вы начинаете проявлять творческий подход. Или, по крайней мере, эмоции, ваши желания стимулируют к тому, чтобы этот творческий подход продвигать. И из-за этого возникает проблема. предположим, предположим, что вам нужно, вы знаете как, вы перекладываете листочки, да, вот просто перекладываете листочки. Вы перекладываете листочки очень много времени, несколько лет, может быть, даже 10 лет. и на 11-й год перекладывание листочков вам говорят, вот знаешь, сегодня, когда ты перевозишь последний листочек, на работе, ты получишь там, очень большую сумму, например, 10 денег. для того, чтобы ты получил эту сумму денег, нужно добле листочки, чтобы они были идеально ровно. И далее вам говорят ключевую фразу. Мы знаем, что они у тебя ровно всегда, поэтому для тебя не будет подставлять сложности сделать то же самое, что ты делал все это время. То есть, по сути, сумма денег тебе гарантирована. Так они вам говорят. И вот, если это то, что вам действительно нужно, за место денег, вы можете что угодно подставить, например, ну, что угодно, любое ваше желание, то я уверен, что вы будете волноваться и будете как можно лучше стараться выполнить эту задачу, которую вы выполняли до этого совершенно механистически. И именно из-за того, что вы теперь стали придавать куда большее значение тому, что вы делаете, именно из-за этого вы можете ошибиться. Именно из-за этого вы можете потерпеть неудачу в том, что вы делаете. Почему? Простите вы. А потому что, потому что, потому что значение того, что вы делаете, вдруг резко подскочило до невероятных высот. И вы волнуетесь, вы переживаете, вы эмоционально вовлечены. И поэтому отсюда проблему. Именно поэтому для вас у вас появляется робот, когда вы пытаетесь, когда вы идете на контакт с человеком. Потому что близкий контакт с человеком для вас очень важен. И именно потому что он для вас важен, это и является проблемой. ну нужно сделать так, чтобы контакт был для вас менее важен. Как это сделать, в принципе, я вам сказал. Это не является вашим вопросом, потому что в самом начале написано это просто такое мое замечание. Значит, я сейчас прочитаю ваши вопросы еще. Значит, я скажу, что я хороший, но когда я веду себя неправильно, какой же я хороший человек. Об этом я рассказал, что это ваше желание, что это желание в честь вас, и что эти желания будут давать оседренать, пока вы их не будете удовлетворять. Я плохой, то есть написано вы не хорошие, что вы плохой. Это поляризация восприятия себя и наверное поляризация восприятия других людей. От этого надо ходить. Мир состоит из полимеров нехороших и плохих. И может быть потому, если я род без отца и чего-то не получил. Вы знаете, про отца тоже сказал, если вы испытали какие-то негативные эмоции на потере отца, если вы испытали какое-то влияние его отсутствие на себя негатив с негативом, тогда да, это просто такая психотрама, невыраженное переживание относительно потери отца. И вам нужно это переживание заново очутить, пропустить через себя, осознать и увеличить опыт, понять его, и тогда вам будет проще. Тогда вам будет проще, он будет это перестанет на вас влиять. Но без собственного личностного роста, без движения в пользу о сторону, прошу прощения, в сторону, независимости от людей, у вас достаточно мало шансов как-то исправить эту ситуацию. также я рекомендую вам пересмотреть именно ваши мотивы к тому, чтобы быть альтруистом, потому что осталось ощущение, что вы делаете это в большей степени для себя, нежели чем для других людей. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.